Дискуссия о том, что современная инфраструктура промышленности и ее способы действия устарели, идет уже достаточно давно, уже в течение последних 10-15 лет. Становится ясно, что на подходе целый новый пакет технологий, которые могут сильно поменять правила игры в экономике. Технологии в энергоснабжении, в логистике, в создании, в производстве, распределении товаров и так далее. Здесь есть несколько вещей. Приход интернета, то есть приход сетевой парадигмы в организацию экономики, в распределении ключевых сигналов, которыми люди взаимодействуют. Потому что экономика, по сути дела, есть протоколы, которыми люди взаимодействуют между собой. Он перестраивает правила игры. Появляется возможность приблизить производство по максимуму к самому человеку. И сеть дает возможность для... То есть откуда возникла идея прошлого уклада промышленной цивилизации с максимальной концентрацией ресурсов в одном месте. На самом деле, в первую очередь, это представление о так называемой экономии масштаба. Которая связана именно со сложностью координации большого числа мелких производителей. Поэтому проще собрать что-то в одном месте, произвести и оттуда уже массово распределить, скажем так, по зонам потребления. Отсюда возникают большие территориально-промышленные комплексы, огромные домы, огромные прокатные станы, сборочные цеха и так далее. Естественно, отсюда возникают технологии стандартизированного производства. Поскольку люди для этих цехов удобнее концентрировать в одном месте, значит, это определенная организация городов, которые строятся вокруг заводов по многому. Не только в России, в России очень сильно это проявлялось. У нас, по сути дела, большая часть страны построена так или иначе вокруг заводов наших городов. Причем значительная часть вокруг военно-промышленных заводов именно. Что сильно плохо сказалось, когда Советский Союз развалился и сейчас госзаказ большой на военку. И эти города стали жить очень плохо. Так вот, вот эта вся концентрация производственных ресурсов, необходимость удерживать все в одном месте, это прямое следствие того, что нужно всю эту экономическую деятельность координировать, собирать пучком. Потому что иначе нельзя эффективно ее организовать в тех формах взаимодействия, которые между людьми существовали на протяжении последних двухсот лет. Сколько существует, в общем-то говоря, вот эта развитая промышленная цивилизация. А с приходом интернета появляется возможность, в общем-то говоря, двигаться в обратном направлении. Уменьшать средний размер производств, сводя их к малым-средним предприятиям, которые легко могут координироваться между собой, в единой парадигме работать, в единых протоколах работать. И выясняется, что у этого есть масса своих преимуществ. Во-первых, связанных с тем, что можно очень сильно кастомизировать. То есть, подводить продукт под клиента. А клиент, на самом деле, любой человек, он хочет, чтобы продукт был не вообще, а про него. Поэтому люди любят разнообразие и выбирать из этого разнообразия что-то свое. Соответственно, есть тенденция все больше и больше давать им возможность выбирать что-то прямо под них. Но это означает, что, на самом деле, промышленные гиганты проигрывают тем, кто может организовывать вот эту мелкосерийность, мелко индивидуализированное производство. И, с другой стороны, это гибкость. То есть, они могут гибко перенастраиваться с одних типов продуктов и типов задач на другие. Потому что, если появляется какой-то новый тип задач, новый тип рыночного спроса, люди больше не хотят, например, покупать парусные лодки, но хотят покупать моторные, то, условно говоря, вот эти несколько производителей лодок, которые в этом районе действуют, понимая, что несложно технологически переключиться, у них есть реальный спрос, они могут договориться между собой, завести моторы и так далее. Вот в этой логике, да, мелкосерийных или вообще мелких индивидуальных производств, они выигрывают по сравнению с промышленными гигантами. Но у них был заметный проигрыш, потому что им было сложно организовывать вот эту вот комплексную деятельность и простраивать цепочки. А сейчас, с приходом интернета и с приходом различных технологий, позволяющих сложные производственные операции, скажем так, ужать до чего-то, что может делать машины, стоящие, условно, на дому или там в этой мелкой фирме, с приходом таких технологий, производство может быть максимально приближено к людям. И вот той же самой с логикой производства электроэнергии, которая в вот этой логике промышленной цивилизации производства в больших центрах, там стоит огромный ТЭЦ, значит, шараш жжет газ, значит, вырабатывает миллионы киловатт, которые идут в крупный, значит, центр, где живет много людей. Ну, выясняется, что, в принципе, уже есть масса технологий, которые позволяют энергию буквально производить на дому. Не только солнечные батареи, это мини-генераторы различные и так далее, и так далее. То есть, здесь технологии активно развиваются, это могут быть биореакторы, которые там биотопливо, произведенные из мусора, потом, значит, используют для генерации энергии на дому. Вот эти производители мелкие, которые там либо мелкие компании, либо, опять же, индивидуальные производители, могут быть связаны между собой в единую сетку, которая там условно называется энергонет или умные энергосети, которая позволяет тем, кто в настоящий момент энергию в основном производит, отдавать ее остальным, своим соседям буквально. Те ее забирают, если у них есть потребность. Другой момент, эти соседи, условно говоря, они уже есть дома, а батарея или генератор продолжает работать. Они могут просто отдавать сеть. То есть, в этом смысле, на низовом уровне, между самими потребителями, возникают сеточки, связывающие их в мелкие локальные производства энергии и различных материальных благ. Им как бы уже не нужна вот эта вся большая махина промышленной цивилизации, которая заставляла людей собираться в города, ездить на вот эти огромные заводы, и включаться в эти сложные, пирамидально организованные и довольно подавляющие, скажем так, свободу действия компаний. Приход нового семейства технологий, значит, они все касаются вопросов приближения производства к человеку, одновременно означает возможность смены образа жизни людьми. Продолжение следует...